С самого утра во Владивостокских лесах работают отряды людей. Полицейские, специалисты охотнадзора, фонда дикой природы, центра «Амурский тигр» ищут следы. До этого места след был хорошо читаемый, потому что животное шло на прыжках. А дальше перешло на шаг, и всё, лист не отпечатывается. Эти кадры собирают тысячи просмотров. В социальных сетях началась паника. По Владивостокским улицам бродит тигр. Последний раз такое происходило 25 лет назад. Дорогу перебежал тигр. До мной ехала машина, вот перед ней он перебежал. Было видно хорошо, что он был немаленький, в общем-то, грязный какой-то. И пломанулся в лес, в сопку, в сторону двойпады. Вот, собственно, всё, что я видел. Очевидец сразу обратился в полицию. И это было не единственное заявление. Позже в органы внутренних дел поступил ещё один звонок очевидца. Заявитель рассказал, что животное передвигается в районе объездной дороги Бородинская и Ртышская. На место незамедлительно направлены наряды госавтоинспекции и патрульно-постовой службы полиции. Это не шутка, предупредите своих детей. Позвоните или напишите смс, чтобы на переменах на улицу не выходили. Поэтому имейте в виду. Две недели назад тигра заметили в Артёме. И специалисты считают, это один и тот же хищник. Артём и город Владивосток соединяет лесной пассив, по которому гипотетически может свободно перемещаться любой зверь, в том числе тигр. Тигр. Соответственно, если информация о тигре окажется достоверной, то, по всей видимости, именно тот тигр, который появился в Артёме. Всю ночь тигр бродил по городу. Его видели то в одном районе Владивостока, то в другом. В 7 утра уставшего и бодраного хищника заметили здесь, на Василковой. Он выбежал прямо на дорогу, испугался и перебежал на другую сторону, в лес. Пока результата нет. Расцветка тигриной шкуры не слишком выделяется на фоне осенней листвы. Ловить животное вот в таких условиях крайне сложно. Павел Фоменко знает, о чём говорит. 25 лет назад он точно так же ловил во Владивостокских лесах тигров. Их было двое. Забрели в поисках новых ареалов обитания. Тогда одного тигра пришлось отстрелять. Это было сделано с использованием вертолёта. С воздуха он был обнаружен. Второго тигра отловили. Отловили с помощью большой мышеловки. Этого тигра стрелять не будут. Теперь хищников берегут. Скорее всего, его транспортируют на временную передержку. А потом переселят в безопасное и для него, и для окружающих людей место. Анастасия Ярошенко, Игорь Белый. Панорама.